Сирах, 11 глава. Состелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему бесчестью, и славные преданные были в руки других. Прежде, нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Не спорь о деле для тебя ненужным, и не сиди на суде грешников. Сын мой, не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и убегая не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен, и изобилует нищетою. Но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Даяние Господа предоставлено благочестивым, а благоволение его будет благоспешным для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей, и это часть награды его. Когда он скажет, я нашел покой, и теперь наслаждаюсь моими благами, и не знает он, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет. Твердо стой в завете твоем, и пребывай в нем, и старься в деле твоем. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде твоем. Ибо легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного. Благословение Господа – награда благочестивого, и в скором времени процветает он благословением его. Не говори, что мне еще нужно, и какие отныне могу иметь еще благо. Не говори, довольна у меня, и какое отныне могу потерпеть зло. В одни счастья бывает забвение о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным. Человек познается в детях своих. Не всякого человека води в дом твой, ибо много козни у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазучик, подсматривает падение. Превращая добро во зло, он строит козни, и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. Остерегайся злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебя пятна навек. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами, и сделает тебя чужим для твоих.